Здравствуйте, я артистка квартета русских народных инструментов «Тарские ворота» Евгения Страдина. Я играю на старинном русском инструменте, который называется «Домра». Он хранится в таком, тоже почти старинном футляре. Здесь у меня есть специальные штучки, какие-то тряпочки, для того, чтобы откладывать под инструмент, чтобы Домра не скользила, чтобы она фиксировалась на ноге. Вообще инструмент сам по себе очень необычный. Дело в том, что это инструмент – загадка. Чего спросите вы? Потому что на самом деле никто не знает, как выводить. Были версии, что это вообще был ударный инструмент, потому что в летописях говорилось, что скоморухи в гудке гудели и в дом рыбили. Но почему-то изображался он именно с круглым корпусом и со струнами. Вообще говорить о том, что это один из самых старинных струнных инструментов. И вообще раньше все струнные инструменты были с круглым корпусом, потому что корпус делался в основном из высушенной тыквы. Не знаю, какой умный человек догадался, что именно круглый такой корпус будет хорошо резонировать, но это было гениальное открытие. Домра состоит из корпуса, деки, голосника, подставки, или как мастера называют, так легатно, кобылка. Сам корпус состоит из склепок, которые закреплены особым образом и создают вот такой вот купол. Это гриф. Вот это, конечно, не помню, головка грифа. Я ее иногда глажу, разговариваю с ней, уговариваюсь играть хороший пассаж. Звуковысотность у нас фиксированная. Она определяется ладами. И чем выше звук, тем хуже расстояние между ладами. На домре играют специальным приспособлением, которое называется медиатор. Вообще можно сказать, что домре немножко снобский инструмент, потому что он ближе как раз не к своим восточным соседям. Домбра еще путают. Нет, домбра это щитковый инструмент, но на нем играют пальцы, принципы лады. А мы играем именно медиатором, и мы относимся к той европейской серии плекторных инструментов, тоже на дальней муки. Это наш ближайший родственник. Если сравнить мою четырехструнную домру, где строй кримтовый, то она самая ближайшая, нужно сказать, двоюродная сестра Мандалина. Это тюнер. Он помогает настраивать домру. Допустим, когда нет баяна, он помогает настраивать домру. Много лайфхаков, потому что иногда медиатор норовит вырониться, вылететь. У меня поэтому есть всегда запасный, чтобы быстро перехватить его. Доброе настраивается при помощи полков. Струны здесь железные. Две витые струны нижние и две верхние вот такие вот тонкие струны. Натяжение очень сильное, я скажу. Пальцы я сбиваю в кровь иногда. Здесь вот на таких клёпочках струны держатся. Обычно дека делается из ели, причем мастера называют мелкострунной ели. То есть это достаточно должно быть древнее дерево. Вот такие вот, видите, полосочки маленькие-маленькие. Это говорит о качестве, во-первых, вытяжки материала. Ну, домра уже старенькая. Она мастера Емельянова. Это один из известнейших мастеров России. Считается, что он именно делал лучше 4-х струнки. Вот, домра уже такая достаточно пожилая на 72-го года издание. Уже претерпела ни один ремонт. Но требует коврой такой хорошей, сильной деставрации. Хранить его надо в фрукляре, естественно, чтобы оно не пересыхало. Я мечтаю вообще о специальном таком увлажнителе. Чистка происходит так. Это спирт с глицерином и протирается. Лак здесь необычный. Лак здесь скрипичный, вот такой темный. Он как бы не совсем типичный для народных инструментов. Обычно более светлым лаком покрывают декор. Вот, как-то мастер решил в этот раз ее сделать именно такой темненькой. Стоит уже для шоу. Вот такая специальная витамия, правда, подставочка. Сейчас очень много гаджетов, если честно, для домра или для мандамины считают. Вот. Основной прием игры, это, конечно, применный удар. Это бас, бас, бас. Так как звук на домре не очень хорошо тянется, например, если это был бы смычок, то применяется тремоло. То есть это вот выстречки давания. Вот за счет этого чередования быстрого-быстрого звук не успевает тухнуть, и он как бы прогревается. Ну, существуют еще красочные приемы игры. Аккорды используются на домре редко. На мою. На трехструнной гораздо чаще, потому что у меня широкое расположение, это тоже интересный прием игры. Ну, вообще он считается достаточно виртуозным, то есть ему дается либо к антиренам, то есть, как я играла, либо, наоборот, какая-то быстрая пассажная техника. Вот что-то такое. Существует целая серия семейства домр, которые используются в оркестрах. Вот у меня домра прима называется, и ее родственники альт, бас, и существовало до недавнего времени контрабас, только сейчас уже он не используется. Вот. Друзья, мы всегда рады видеть вас на наших концертах. Мы всегда с удовольствием исполняем любую музыку от народной до рока для вас. А 5 декабря приведет замечательная совестка, профессор института молодежи медвестных, Катерина Мочилова, которая владеет прекрасно и домрой, и мандолином. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok